Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Поплата составила 210 миллионов рублей. Инвестор отчитался чуть менее чем за половину. Более 100 миллионов получены и не подтверждены. Кроме того, центральный полигон перерегистрировался в Ярославскую область. В компанию сменились собственник и директор, который пока не вышли на связь с правительством Кировской области. Оно, напомню, закрывает полигон в Осенцах из-за судебных тяжб. Программа Экономика. А Кировский бизнес просит сделать прозрачнее госзакупки. В Ярославской торгово-промышленной палате обсудили работу бизнеса и власти по государственным и муниципальным закупкам. На круглый стол пришли предприниматели, представители правительства, прокуратуру и УФАС. Бизнесмены смогли рассказать о своем недовольстве тех заданиями. Часто они бывают заточены под конкретные компании. А также о фактах недобросовестной конкуренции и демпинга. Пожаловались на формализм при приемке работ. Старший вице-президент ВТП Юрий Исупов попросил представителей власти отреагировать на сообщения либо проверками, либо предложениями по решению проблем. А в ответ на мысль о необходимости преференции для кировских компаний заявил, что лучшая преференция – это прозрачность процедуры торгов и честность при приемке работ. В разы выросло число семей, которые запросили компенсации за непосещение детского сада. По 5 тысяч рублей в месяц платят на второго ребенка в возрасте от полутора до трех лет, если ему не хватило места. Деньги выдают только тем семьям, где в месяц на человека приходится менее 21 тысячи рублей доходов. С начала года этой выплатой воспользовались более 3,5 тысяч семей. В прошлом году – 2 тысячи. В завершении о валютах доллар сегодня 74,64. Курс евро – 88,74 рубля. Ольга Болезина, Новости экономики в Кирове.